Музыка 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 Иди ребенок Маленький мой Привет, солнышко, ты че такой скелет у нас стал? Так Смотрите, в каком времени я не ребенок Он в какой-то кладовке непонятно где Вот, то есть Я не знаю, почему нашего ребенка именно здесь держат Как видите Еще я пришла, он полностью накрыт весь одеялом Как он там не задохнулся, я не знаю В общем, условия, ребята Вот такие ненормальные условия Для нашего малыша Я его сейчас забираю Музыка 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 Да, ребенок Попей водичку Ой, ребята Музыка Да, маленький Все будет хорошо Водички налил Нам ехать еще час Нет, нет, подожди, снимите сверху Откуда вода? Ты посмотри, какой желтый А что такие желтые моча Отписался, ты видишь? Концентрированный, что ли? Лилия, его не поили Ты посмотри, на кого похож ребенок Ты посмотри, что с ним творится Толще был, когда привозили? Пеленку дай Пеленки дай Пеленки Ты видишь, на кого ребенок похож? Посмотри, в каком состоянии Ну, у него переползможий еще был Ой, его надо помыть Парвис, неси хлоргексидин Его помыть надо Лапы все в моче Подожди, подожди Хлоргексидином помыть надо Смотри, моча прям Лапы все в моче Ага, давай полетенце Вытереться Промахивай Крем промахиваем Крем промахиваем Еще возник нет Возник нет Принеси мне шприц, его напоить надо, он не пил давно. Не кущай. Напоить надо. Подними голову, подними, подними голову, подними, подними голову. Чуть-чуть, никак? Нет, пробовала, нет, и встал. Хороший ребенок. Сейчас попробую открыть. Все? Нет, подними. Ему бульончик надо, блендер надо срочно лить. Маленький, любой блендер, чтобы можно было ему сбивать сейчас и кормить его. Сбоку, 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 сбоку сделаю. Смотри, как я кормлю, потому что когда собака не кушает, ну так, беру вот эту щелку, просто, порвись. Ну что ж ты так зубы-то сжал, Клеп, малыш. Плохо не хочет, видимо, плохо, но. То, что плохо, однозначно. Он на передней лапу не пытается оставаться. На передней лапу. Нет, на передней лапу. Порвись. У меня не было выхода, когда мне пришлось ребенка отвезти в эту клинику, ближайшую к тому месту, где мы нашли дитя. Поэтому обратились именно в эту клинику. И что в результате? Да, его прооперировали. Но цену мне за вот эту кроху заломили, за операцию, 130 тысяч. Вы когда-нибудь слышали такие цены? За щенка в три месяца, у которого сломаны две лапки, цена 130 тысяч. И мой ребенок, когда я приехала его забирать, находился в кладовке, запрашивая такие бешеные цены за помощь животным. Наших детей, судя по тем ценам, которые выставляют нам врачи, должны целыми сутками носить на руках. Они должны есть с золотого блюда только самые изысканные лакомства. И только, наверное, их кормить будут тоже с золотой вилочки. Причем и операцию, проведенную ребенку, должны были сделать золотыми шурупами и зашить золотыми нитками. Иначе я не знаю, откуда взялась сумма в 130 тысяч вот для этого малыша. Такая морда смешная. Такой медвежонок хороший. Все будет хорошо, детка. Так, все ранки, все швы я обработала. Вот, чтобы оно потихонечку у него все подсушивало. Даст Бог, все будет хорошо. Да, малыш? Сейчас капаемся. Потом поставлю переноску. Я ее вымыла, она сохнет. И разместим ребенка очень удобно. Да? Все будет хорошо, друзья. Все обязательно будет хорошо. Рокки, ты же у нас боец. Боец. Умничка моя. Дай Бог, чтобы все у тебя получилось. Выздоравливай, малыш. Выздоравливай. Ну вот и все. Все, котик. Спокойной ночи. Водичку мяско положила. Может быть, с ночью поешь. Может быть, хоть немножечко поешь. Вот так. Все. Обработали терамицином. И все у ребенка хорошо. Да, малышка? Лапки обработали. Лапки обработали. Осталось только выжить, ребята. Осталось только выжить. Ты мой золотой ребенок. Все у тебя будет хорошо. Да, маленький. Все будет хорошо, солнышко. Вот так. Друзья, борьба за жизнь руки продолжается. Ну что, ребят? Заварили крапиву, кровохлебку, ромашку, кору дуба. И делаем клизмочку. Да, ребенок. Напоили более крепким отваром. А какой послабее, делаем клизмочку. Я надеюсь, все у нас будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Сейчас. Главное все вымыть. Тихонечку пьем целый день. Отвар пьем, фосфалюгель пьем. Ребята, и помоги нам Бог. Я не знаю, как это дитя держится. Но чудом. Верю, что обязательно поможет. Слишком много ребенок перенес. Да, нам нужна помощь. Нужна нашему ребенку помощь. Друзья, отзовитесь, пожалуйста. Мы ведь делаем всю самую тяжелую работу. А от вас просим небольшую помощь, чтобы помогли нам спасти приют, накормить его, вылечить. Помогите нам, пожалуйста, в меру ваших сил, в меру ваших возможностей, в меру вашего желания. Помогите нам, пожалуйста, друзья. Нам очень нужна ваша помощь. Очень. Помогите нам спасти ребенка. Ведь он просто один из этих трех тысяч. Из трех тысяч, кого мы уже спасли. Давайте спасем следующего. Ну все, ребята. Клизмочку сделали. Напились. Лежим дальше. Теперь следующие два часа. Через еще два часа опять вас волью гельчик. А потом еще через два часа следующая клизма. И так каждые два часа, ребята. Если мы хотим спасти ребенка. А мы пытаемся его спасти. И вот и все. Капаем. Да, солнышко. Капаем в холочку. Другого выхода нет. Лапки сголоты так, что невозможно. Поэтому в холочку. Ничего, все будет обязательно хорошо. Да, зайка? Да, мой солнышко. Все будет хорошо, зайка. Ты мой красивый. Мой замечательный ребенок. Доброго утра всем. Что, ребенок? Мы съели таблетки, скажи, да? Прокапались в холочку немножко. Сейчас лапки еще обработаем зеленочкой. И все будет у нас просто замечательно. Ну что, друзья. Видите, только что закончили капельницу. Обработали лапки. Да, ребенок? Вторую лапку придется сейчас все-таки перевязывать. Дырка расширяется. На второй лапке расширяются дырки. Поэтому сейчас лапку будем перевязывать. Будем перевязывать. Пока только обработали. Но все будет нормально. Капельничку поставили, да? Скажи, мы живы. Это самое главное. Самое главное, ребята. Ребенок жив. И будем продолжать бороться. Так, не надо открыть, ребенка. Давай накроем. Надо окно открыли, скажи, прохладно. Вот так. Мордашка вертит, да? Ты мой красивый. Ты маленький мой, да? Ты такой хороший. Да, малыш? Маленький. Все хорошо, зайка. Все обязательно будет хорошо. Сколько же навалилось на этого кроху. Сначала он прошел курс лечения от пероплазмоза. Затем обработку от гельминтов. Затем небольшой курс терапии для подготовки к операции. И три тяжелейших операции, которые прошли в два этапа. И каждая из них длилась более трех часов. Сейчас тяжелый и долгий восстановительный период. В течение которого ему нужен специализированный корм. И много разных препаратов. А также нам необходимо оплатить операцию. Да, такая сумма прибила бы любого. И только все вместе мы можем вылечить этого малыша. Помогите нам, пожалуйста, спасти малыша и погасить долг в клинике.